Все точки над «и» расставит экспертиза. Останки из могилы, которую вскрыли накануне археологи, сегодня подняли. Еще какое-то время они будут находиться в Свято-Троицком монастыре. В ближайшее время начнется их подробное изучение. Но уже сегодня специалисты стали делать первые выводы. Археологи сдают вахту. На месте раскопок начинаются следственные действия. К своей работе приступают криминалисты и судмедэксперты. Могилам присваивают номера, только после этого описывается каждая кость. Скелет женский и рост метр шестьдесят восемь. Но главная особенность в другом. Зубы в черепе сохранились в идеальном состоянии. Уже после визуального осмотра специалисты определяют примерный возраст человека, который был захоронен в этом склепе. С описаниями столетней давности сходится многое. Возраст ее 30-40 лет. Что эта женщина может быть метр шестьдесят восемь, метр семьдесят. Ориентировочно по первым данным роста и изящного телосложения. То, что это действительно перезахоронение, археологи уверены. Некоторые кости сложены в кучу. Но пока никто не дает гарантий, что останки принадлежат именно Марии Шестовой. Догадки и предположения развеют экспертизы. Кости отправят в лаборатории Татарстана, а потом и в Москву. Изучать находку будут специалисты и ученые из разных областей. Предстоят серьезные исследования. Не только археологами, но и специалистами-адонтологами, которые будут изучать вообще состояние зубов и саму структуру. Есть такая наука. Специалисты будут изучать кости. Но точку в ряде экспертиз должны поставить исследования ДНК. Согласия на это должны дать и потомки дома Романовых. Завершиться все экспертизы должны зимой. Но это только предварительные сроки. Пока же найденные останки складывают в специальный ящик. Теперь притронуться костям смогут только специалисты. Забивают наглухо, ставят печати. Храниться останки пока будут в подвалах Свято-Троицкого монастыря. Но работы на месте раскопок еще не завершены. Археологам предстоит изучить и другие могилы. По всей видимости, здесь они появились раньше, чем перезахоронение столетней давности. Но кто погребен здесь, еще неизвестно. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.